Библейский портал экзегет.ру представляет Книгу Исаия читаю для библейского портала экзегет в собственном переводе. Первая глава – это такая вводная глава, это, собственно говоря, манифест. Исаия говорит, кто он, где он, к кому он обращается, чего он хочет. Мы читали ее подробно. И со второй главы начинается уже разговор несколько более конкретный о разных сторонах того, что в этой первой было упомянуто. Для начала обличение Иерусалима и Иудеи, страны, которая вокруг Иерусалима, конечно, не столько страны, сколько народа, который в ней живет, даже новый подзаголовок. Слово об Иудее с Иерусалимом, которое открылось Исаии, сыну Амоца. И вот дальше именно об этом, то, что другие народы тоже будут упомянуты. А почему, собственно, прицепился-то Исаия к Иерусалиму и Иудеи? Или Господь прицепился? Ну, Исаия, потому что он сам в Иерусалиме живет, и он иудей, да, он про своих говорит. Нет бы ему обличать амманитян каких-нибудь, это же гораздо удобнее. Но актуальнее все-таки своих. И вот здесь будет понятно, почему Господь прицепился к Иерусалиму и Иудею. Ну, уж, наверное, они не хуже остальных стран. Вот что будет в последние дни, то есть в конце земной истории. Гору храма Господня поставит Господь главой всех прочих гор. Гора, на которой храм Господень, да, самая высокая гора в мире. Ну, нет, не физически, да, Тибет там гораздо выше, Гималайи, но содержательно, духовно выше. Над холмами ее вознесет, и все народы к ней потекут. Многие народы пойдут, говорят, давайте зайдем на гору Господню к храму Иаковлева Бога. Иаков – это прародитель израильтян. Нас он своим путям научит, по стезям его ходить будем. Это от Сиона учение исходит, учение или закон слова Тора, и так, и так можно перевести. И слово Господне от Иерусалима. То есть, смотрите, у Иерусалима иудеи есть определенная роль в божественном замысле обо всем человечестве – стать священным центром, стать вот тем источником, из которого льется откровение божественное для всех народов. Но если так, нельзя этот источник заляпать грязью. Кто будет пить из источника, в котором вонючая грязь? Никто. Поэтому его надо очистить. Потому что у него есть этот особый смысл, потому что за ним вот эта особая совершенно роль. Причем она для всего человечества, она для конца времен. Это не то, что вот здесь и сейчас можно быстренько подменить чем-нибудь другим, да? Как заболел сотрудник, его другой заменяет. Нет, это вот нечто предназначенное. Значит, надо очистить. И что будет, когда учение слова выйдет от Иерусалима для всех народов? Мы всех победим, думаю, это иудеи, наверное, да? Мы будем самыми главными. Вообще никто никого не победит. Рассудит он народы между собой, спор множество племен разрешит. Не вы будете самыми главными, а Господь будет самым главным. И, может быть, даже и вам придется пойти на какие-то для вас нежелательные уступки и компромиссы. «И перекуют они мечи на плуге, копья на садовые ножи. Не поднимут народы друг на друга меча и не будут уже учиться воевать». Перед зданием ООН в Нью-Йорке эта статуя, когда человек перековывает меч на плуг или мечи на орала, так по-церковно-славянски. В чем смысл этого образа? Железа было мало. Железо было драгоценным ресурсом. Поэтому, когда, допустим, закончилась война, никто не вешает меч в кладовке до следующей войны. Тем более, тут воин вообще уже больше не будет. Но железо – это ценный ресурс. Представь себе форму меча, если его изогнуть немножко, получится что-то очень похожее на плуг. А копье там железо мало, но есть наконечник. Из него можно выкопать садовый нож, тоже на длинные палки, которым можно срезать плоды с высоких веток, обрезать ветки, которые стоит обрезать. И вот практичные люди так и поступали. Перековывали. Мечи на плуге, копья на садовые ножи. И не будут уже учиться воевать. То есть профессия военного исчезнет. На земле настанет мир. Наверное, самая заветная мечта человечества, чтобы больше не было войны. Сколько бедствий принесли людям войны. Наверное, ни болезни, ни какие-нибудь там катастрофы природные даже не сравнятся с тем, что люди сами друг другу делают. Дом Иакова. Это, конечно, народ Израиля, потому что Иаков, он же Израиль, это прародители, и, соответственно, его потомки – это его дом. Дом Иакова. Придите. Будем ходить в Господнем свете. А куда придите? К Богу. Вот к вам придут потом все остальные народы, а вы для начала придите к Богу. Ты, Господь, отринул свой народ, дом Иакова. То есть для того, чтобы они пришли, еще и Господь должен согласиться их принять, но, очевидно, для того, чтобы их принять, нужно, чтобы они каким-то образом изменились. Полно у них гадателей с Востока, прорицателей, как у филистимлян. По рукам бьют с детьми чужих народов. По рукам бьют, то есть заключают договора. Причем явно здесь не просто торговые договора о поставках чего-то, но, в общем, чего плохого в этом. Но скорее о какой-то их сращивании с этими языческими народами. Наполнилась земля их серебром и златым, и нет конца сокровищем. Наполнилась земля их конями, и нет конца колесницам. Казалось бы, чего хорошего. Это чего плохого, простите. Много денег, много, сегодня бы сказали, автомобилей импортных. У них колесниц. Наполнилась земля их идолами, там поклоняются творению своих рук и изделию собственных пальцев. Унизился человек, преклонился, и нет им прощения. То есть вот эта торговля, это процветание, оно приводит к тому, что люди просто принимают обычаи чужих народов, в том числе всякое им идольское поклонение. «Скройся в скале, в пыли растворись от страха пред Господом, от сияния его славы, поникнут заносчивые взоры, склонятся надменные люди, будет высок лишь Господь в тот день, день Господа воинств, на всех, кто горд и надменен, на всех, кто вознесся, поникнут». День Господень, день Господа, который придет, это одна из постоянных тем у пророков. Речь идет, конечно, о каком-то особом великом событии, когда Господь явит свою силу каким-то образом лично, фактически, встретиться с израильтянами, непонятно как. И вот тогда как раз для начала те, кто себя очень высоко ставит, они окажутся униженными и незринутыми. «На всех, кто вознесся, поникнут, на кедры Ливана, что высокие надмены, да на дубы Башана, Башан – это одна из областей в Израиле, на все горы высокие, да на все холмы крутые, на все башни вознесенные, да на все стены укрепленные, на все корабли Таршиши, да на все суда драгоценные». Таршиша – это какая-то область в западном Средиземноморье, точно неизвестно какая, ну, в общем, это такие океанские лайнеры, да, Средиземноморские корабли для дальней торговли. «Пойдет тогда людская гордость, рухнет велик, чья человека, будет высок лишь Господь в тот день, а идолы сгинут совершенно. Побегут тогда в скалистые пещеры, попрячутся в норы земляные от страха пред Господом, от сияния его славы, когда станет он сотрясать землю». Вот одна из тоже важнейших тем превосходства Господа над идолами и над людьми, которые их делают, над людьми, которым поклоняются, и вот Господь оказывается тем, кто неизмеримо выше, больше, значительнее. «Идолов своих серебряных, золотых своих идолов, которых сделают, чтобы поклоняться, бросят кротам и мышам летучим, лишь бы спрятаться в расщелинах среди скал, в трещинах среди тесов, от страха пред Господом, от сияния его славы, когда станет он сотрясать землю». Полно на человека полагается, дыхание его скоротечно, значение его велико ли? Вот вторая глава берет гораздо более узкую тему. Господь и Иерусалим, иудеи, которые отказались от своей роли светоча для народов, источника Божьего слова для всех народов, и соскальзывают в идолопоклонство. Что с этим делать? Ну а вот так, да, то есть вот однажды Господь явится для того, чтобы это все разрушить. Ну и в третьей главе будет более подробно о том, что, собственно, внутри израильского народа происходит. Спасибо. 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 Спасибо.